здравствуйте друзья рада вас приветствовать на моем канале сегодня будем готовить вот такой замечательный очень пышный мягкий ароматный морковный бисквит приступаем к приготовлению и так для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты все ингредиенты я заранее подготовила они у меня все комнатной температуры нам понадобится мука крахмал измельченные грецкие орехи сахар я взяла сахар коричневый и белый если у вас нету коричневого сахара можете взять обычно белый сахар нам понадобится разрыхлитель ванилин цедра апельсина сок лимона молоко растительное масло без запаха натертая морковь и яйца которые я заранее отделила на белки и желтки сначала подготовим молоко апельсиновую цедру я добавлю в молоко у меня сушеная цедра поэтому я добавлю молоко а если у вас свежая цедра то эту процедуру не нужно делать молоко для этого рецепта нам понадобится чуть теплее комнатной температуры поэтому я его поставлю тарелочку с горячей водой и вот так поставлю в сторону пусть нагреется теперь подготовим сухие ингредиенты к муке к крахмалу добавлю разрыхлитель хорошенько перемешиваю мучную смесь просеиваю два раза мучная смесь тоже готова поставлю в сторону теперь взбиваем яичные белки белкам добавлю одну чайную ложку лимонного сока если у вас нету лимонного сока можете добавить щепотку соли белки сначала взбиваем до пышной пены потом постепенно добавляем половину порции сахара вот такая белковая пена получается и теперь постепенно вводим половину порции сахара белки с сахаром взбиваем до мягких пиков белый сахар я добавила к белкам коричневый сахар и оставлю для желтков теперь сюда нужно добавить ванильный сахар у меня около одной чайной ложки белки уже готовы вот до такого мягкого состояния нужно их взбить видите вот такой крюли кисит теперь к желткам добавлю оставшийся сахар и взобью добила желтки с сахаром побелели увеличились в объеме и теперь сюда добавлю растительное масло растительное масло обязательно должно быть без запаха у меня подсолнечное масло миксер нам больше не нужен теперь желтковую часть теста добавлю немножко взбитых белков теперь сюда добавлю морковку морковку обязательно возьмите яркого цвета и очень сладкую морковь нужно взять от качества моркови зависит вкус бисквита я морковку натерла на терке а вы можете пробить блендером на качество бисквита это не повлияет сейчас сезон моркови не думаю что будет проблемой достать хорошую вкусную морковь теперь сюда добавлю молоко с цедрой апельсина молоко чуть теплее комнатной температуры теперь сюда добавлю муку обязательно еще раз нужно муку просеять точнее мучную смесь уже и перемешиваем венчиком такое яркое тесто получилось как будто я сюда добавила пищевой краситель осталось немножко муки я это добавлю к измельченным орехам орехи я измельчила при помощи скалки вы можете просто пробить блендером тоже и добавлю в тесто орехи желательно заранее подсушить на сухой сковороде на медленном огне и потом только измельчить у подсушенных орехов очень яркий вкус получилось вот такое тесто не промешанной муки в тесте не должно быть теперь это добавляем к белкам перемешиваем аккуратно чтобы белки не опали у нас получается пышное тесто я сюда корицу не добавлю вы знаете что к морковному бисквиту всегда добавляют корицу но так как я сюда добавила цедру апельсина поэтому корицу не добавляю если не хотите с апельсиновой цедрой то можете добавить корицу тесто готово получилось вот такое пышное тесто не промешанной муки и взбитых белков тесте нету я испеку свой бисквит вот в таком кольце для сборки торта под это кольцо нужно что-нибудь тверденькое у меня дно от разъемной формы на дно формы я кладу два слоя фольги на дно кладу пергаментную бумагу пока тоже закрою пергаментной бумагой можно приклеить тесто залью тесто форму поставлю тесто в заранее разогретую духовку температура духовки 180 градусов тесто я сверху накрою фольгой первые 40 минут дверцу духовки не открываем а потом только можно посмотреть тесто на сухую шпажку если шпажка сухая без остатков теста то значит бисквит уже готов вообще по рецепту на такой бисквит уходит около 50 минут но духовки у всех разные и пекут по-разному а поэтому советую после 40 минут обязательно посмотрите тесто обязательно посмотрите бисквит я тесто сверху накрою фольгой через 40 минут посмотрю и если понадобится сниму фольгу если бисквит сверху хорошо не зарумянился морковный бисквит пекся ровно час теперь нужно достать из формы вот такой очень мягкий очень ароматный бисквит получился морковный бисквит он пропекся очень хорошо и сверху и снизу можно дать остыть до комнатной температуры потом завернуть в пищевую плетку и поставить в холодильник его можно в холодильнике хранить около трех дней теперь я оставлю немножко пусть остынет из этого бисквита я ничего делать не буду просто сверху посыплю сахарной пудрой и мои так будут есть с чаем вот так выглядит внутри таким был мой сегодняшний рецепт из очень простых ингредиентов у нас получился вот такой замечательный ароматный можно сказать осенний бисквит надеюсь мой сегодняшний рецепт вам понравился если понравился то обязательно ставьте лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал нажав на колокольчик чтобы получить уведомления о моих новых видео а на сегодня у меня все увидимся в следующих видео в следующих видео Продолжение следует...